ДАУЛЕТ 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 Друзья и полицейские. Сюжет Натальи Кутриной, возможно, поможет поискам. Айгуль Джахатаева не выпускает из рук фотографию сына. В последний раз своего ДАУЛЕТа она видела 28 февраля. Подросток пропал и уже третью неделю не выходит на связь. В отчаянии женщина обратилась за помощью к экстрасенсам. Они все говорят, что его кто-то удерживает. Через полтора месяца он может вернуться. А один сказал, что если через три дня не придет, значит он мертв. У всех разные версии. Выяснилось, что в тот день подросток и еще четверо его друзей в Иссыке пошли на КВН. А затем отправились гулять в Алматы. Но из города вернулись только трое из них. ДАУЛЕТ ДАУКЕН и ТНИЖБЕК АБАТОВ исчезли. Не было места, где бы я не искала. Сынок, не бойся, хотя бы позвони. Скажи, что живой. За эти дни в настоящих сыщиков пришлось превратиться и педагогам школы, где учатся ребята. Классный руководитель подростков лично объездил все возможные места, где могли бы находиться пропавшие. Но пока безрезультатно. Родители два дня скрывали от нас, что их дети пропали. Ждали, что они сами вернутся. Не хотели поднимать шум. Я думаю, что что-то случилось в семье. Был какой-то скандал. Хранят молчание и трое друзей мальчиков. Родные подозревают, что их одноклассники явно что-то скрывают. Пропавших школьников искали в родном Иссыке, в его окрестностях и в Алматы. Родные изготовили даже вот такие листовки. Сейчас они развешаны повсюду. Родители надеются, что кто-нибудь в них узнает исчезнувших сыновей и сообщит им. Поиску подключились полицейские области. Стражи правопорядка рассказали, что в день пропажи детей у одного из родителей исчезло 9 тысяч долларов. Кроме того, в ДВД выяснили, что в Алматы подростки живут на съемных квартирах, но часто их меняют. Школьники периодически выходят на связь со своими друзьями. Один из них унес из дому достаточно крупную сумму в американской валюте. Полицейским правом продолжаются родственные мероприятия. Именно с этой целью создана специальная группа из сотрудников уголовного розыска имбиш-казахского рода, управления криминальной полицией ДВД Алматинской области, а также сотрудников ювенальной полиции, которые в последние эти дни продолжают разыскивать их на территории города Алматы и близлежащих районах. Полицейские считают, что когда у пропавших закончатся деньги, они вернутся домой. Но без последствий это исчезновение явно не обойдется. Как только их обнаружат, школьников поставят на учет, как трудных подростков.